Далеко Собирают мечты землян, обрабатывают и очищают на заводах могущественной корпорации дремль и пускают в продажу. Захотел дремленник человек, выпил подходящую мечту и, пожалуйста, она исполнится. Поскольку дремленник много-много лет употребляют мечты землян, то и их жизнь и привычки стали похожи на человеческие. Ближайший магазин, торговавший мечтами, находился неподорогой. Мистер снова направился туда. Несмотря на ранний час, там собралось уже немало народа. Несколько подростков голодными глазами летели на полку, где были выставлены мечты. Стать супергероем! Не учиться, но всегда получать хорошие оценки! Стать нереально крутым! И тому подобное. С мечтами можно быть осторожнее! Подумал мистер снова. И ему вспомнилась соседка мисс Пляш. Однажды она выпила подпольную, непрошедшую очистку и обработку мечту попасть на курорт. И теперь большую часть времени проводила на половичке возле двери, искренне полагая, будто нежится на пляже теплого. Определил почты у смола неба и окупил на нравившуюся футболчатку. Надпись на этикетке госила. Развести цветы вокруг дома. Смолк у семян и вооружившись опатой, начал высаживать семена цветов. Вскоре цветы прижились, и тонкие стебельки, увенчанные нераскрытыми бутонами, потянулись вверх. Многие жильцы хвалили его идеи, восхищались цветами. Вскоре вернувшийся домой Тринлидин сел в колесо. И вдруг, его взгляд упал на пустой пузырек из-под мечты. Смолк рассеянно взял, побежал все глазами по надписи на этикетке и с ужасом отбросил пузырек в сторону. Не может быть! Срок годности мечты давным-давно вышел. Наверное, у меня все-таки ничего не получится. Или все это приведет к чему-нибудь ужасному. Смолк сидел в уме. Пока какие-то звуки на улице не привлекли его внимания. Смолк выглянул в окно и ахнул. Жители города стояли с лейками, лопатками и прочими садовыми инструментами. Увидев Смола, они стали махать им, приглашая древле не наспуститься. Надо извиниться перед ними и предупредить о том, что мечта оказалась просроченной, и ничего хорошего из этого не выйдет. «Послушайте! Послушайте! Случилось страшное!» И мистер Смолк рассказал о том, что мечта оказалась просроченной. «Мы думаем, что ничего плохого не случится. Очевидно, у тебя-то ладно водить красоту вокруг. А если есть способности и желания, то и просроченная мечта сработает». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова